Всем салют, с вами Дмитрий Гринберг. Как вы помните, в предыдущем выпуске мы провели краткий ликбез по истории рельсового транспорта 16-18 веков. Итак, к концу 18 века все факторы и предпосылки создания транспорта на паровой тяге сложились в цельную картину. В 1782 году шотландский инженер Джеймс Уатт изобрел первый универсальный паровой двигатель двойного действия. Это изобретение позволило начать разработки так долгожданного нами паровоза. Но все по порядку. Старушка Англия – родина промышленной революции. А еще это родина одного талантливого инженера, которого по праву можно назвать одним из отцов-основателей железнодорожного транспорта. Первые годы 19 века в промышленности ознаменовались изобретением Ричарда Треветика. Этот инженер-самоучка в 1804 году создал первый в мире паровоз, который впоследствии был запатентован. Нужно сказать, что и до Треветика европейские инженеры делали попытки создания чего-то подобного. В 1769 году, например, инженер Кюньо, он из Франции, создал так называемую телегу Кюньо. Этот агрегат при первых же испытаниях сразу проявил все свои недостатки, главным из которых была тяжесть в управлении. Испытатель не вписался в поворот и врезался в стену. Но вернемся к Треветику. Да, конечно. До 1804 года он делал попытки создания паровоза, и одна из таких оказалась успешной. В 1802 году. Тогда им был сконструирован паровоз Колбрукдейл. О нем сохранилось не очень много информации, известно лишь то, что он был одноцилиндровым и ходил по 1270-мм колее. Только через два года, в 1804 году как раз, Треветик запатентовал свой новый паровоз – Пенни Даррен. Именно эта машина с тех пор считается первым в мире паровозом. Прелесть его заключалась еще и в том, что Пенни Даррен был способен тащить за собой вагоны. То есть это был первый в истории локомотив. Хотя слово «локомотив» появится несколько позже, и об этом я упомянул в выпуске. Вы только вдумайтесь. В этом же году Наполеон короновал себя императором французов. На территории Германии еще существовал такой пережиток средних веков, как Священная Римская империя. А до знаменитого Бородинского сражения оставалось еще долгих 8 лет. Представьте, о каких стародавних временах мы говорим. И уже тогда существовал предок всех современных поездов – от грузовых до высокоскоростных пассажирств. Тем не менее, не все так гладко было с Пенни Дарреном. Вес машины составлял около 6 тонн. А чугунные рельсы, которые тогда использовались, с трудом выдерживали такой вес. В 1808 году Тревитик усовершенствовал свое изобретение. Говоря современным языком, чтобы пропиарить это чудо инженерной мысли, он построил кольцевую рельсовую дорогу в парке. Любопытные зеваки приходили посмотреть на Пенни Даррен, а самые смелые даже отваживались прокатиться. Почему смелые? А потому что паровоз развивал скорость до 19 км в час, что было невероятно быстро для тех времен. Этот факт объясняет и его название. Поймай меня, кто сможет. К сожалению, Тревитик не смог привлечь инвесторов к своему изобретению. Он умер в 1833 году в полной нищете. Он оказался в тени своего более удачливого соотечественника, о котором сейчас и пойдет речь. Джордж Стефансон родился в 1781 году в семье простого шахтера. В молодости он работал машинистом угольной шахты, а также активно занимался самообразованием. Например, изучал паровые двигатели и немало преуспел на этом поприще. В 1814 году им был сконструирован паровоз Блюхер, названный так в честь военачальника наполеоновских войн из Пруссии, Гепхардовом Блюхера. Кстати, любопытный факт. Именно из-за наполеоновских войн подорожал корм для лошадей, которые были основной тягловой силой в промышленности в те времена. И это сподвигло инженеров на разработки парового двигателя. Сам Стефансон не раз доказывал, что паровой двигатель и искусственная тяга гораздо лучше, чем лошадиная. К 1820 году Стефансон уже считался признанным мастером в сфере рельсового транспорта. Он был одним из инженеров-проектировщиков, которые строили дорогу Хэттон-Сандерленд. Кстати, это первая в мире дорога, на которой удалось полностью избавиться от животной тяги. Она была чуть-чуть наклонена, поэтому в одну сторону состав ехал под действием гравитации, а обратно уже собственным ходом. В 1825 году между городами Стоктон-на-Тисе и Дарлингтон была открыта первая в мире дорога общественного пользования. На ней Стефансон продемонстрировал свое новое детище – паровоз Locomotion One. Изобретатель сам управлял составом, груженным углем и мукой. Паровоз ехал не особенно быстро, всего 8 км в час, однако на некоторых участках удавалось разогнаться и до 39. Кстати, один из вагонов был пассажирским, там ехала приемочная комиссия. Слово Locomotion с английского можно перевести как локомотив. Как нетрудно догадаться, это название вскоре стало нарицательным. При строительстве железной дороги из порта Ливерпуль в крупный промышленный город Манчестер Стефансон применил ряд новшеств. Он обнаружил, что неровности рельефа могут стать серьезной помехой на пути следования поезда, поэтому им было спроектировано множество виадуков, насыпей и выемок для максимального сглаживания пути. В 1829 году новый паровоз Стефансона одержал победу в Рейнхельских состязаниях паровозов. Он получил название «Ракета». С грузом в 13 тонн ракета развивала скорость до 19 км в час, иногда разгоняясь до 30. Это был первый паровоз, в конструкции которого использовался трубчатый паровой котел. Также ракета требовала меньше угля и воды в эксплуатации, чем ее соперники по состязаниям и даже предыдущие паровозы самого Стефансона. Ракета является первым современным паровозом. Именно с этой машины началось победное шествие железнодорожного транспорта по миру. На открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер в 1830 году присутствовал сам премьер-министр Великобритании, прославленный победитель Наполеона в битве при Ваттерлоу Герцог Веллингтон. Это торжественное событие было омрачено одним случаем. Уильям Хаскинсон, коллега Веллингтона по парламенту, решил поговорить с премьером и стал переходить пути. И то ли он споткнулся, то ли просто не заметил приближающийся состав и в итоге стал первой жертвой поезда в истории. После этого случая Веллингтон стал с подозрением относиться к железной дороге. И по иронии судьбы, через много лет, когда он сам умер, его тело перевозили именно на поезде. В отличие от Треветика, Стефансон смог по-настоящему прославиться и разбогатеть. После своего триумфа с ракетой он участвовал еще в нескольких инженерных проектах, а в 1847 году стал президентом Института инженеров-механиков. Он умер в 1848 году. Его дело продолжил его сын Роберт. Начиная с 1830-х годов, железные дороги стали постепенно распространяться по Европе. В течение 19 века, благодаря прогрессу в области выплавки стали, чугунные рельсы были вытеснены стальными, ставшими доступными и более дешевыми в эксплуатации, чем ранее. Особую популярность железнодорожный транспорт получил в Соединенных Штатах Америки. Для США, имевших крупные и еще не полностью освоенные территории, железные дороги были необходимы. За период с 1830 по 1840 год протяженность железных дорог в США увеличилась с 40 миль до 2755 миль, а перед началом Гражданской войны в 1860 году. И вовсе более чем до 30 тысяч. В 1837 году под руководством инженера Франца Герстнера была построена первая железная дорога в России, которая соединяла Санкт-Петербург с Старским Селом. Это и есть начало железнодорожной эпохи в истории России. Но об этом вы узнаете подробнее в следующем видео. А с вами был Дмитрий Гринберг. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok